Я рад. Все, классно. Следующий момент для удобства. Сразу расскажу, чтобы было удобнее. Рабочая площадь не такая большая, но если сделать двойной этап, то экран расширится, и можно сделать полный экран, чтобы гораздо лучше видеть презентацию. Это для тех, чтобы было комфортнее. Давайте еще минутку подождем, и я начну. Всем привет еще раз. Да, всем добрый вечер. Ну вот уже 7 часов, у нас все больше и больше. Я, давайте, наверное, представлюсь. Меня зовут Горошкин Игорь, я старший аккаунт-менеджер Отус. Вообще в онлайн-образовании уже более трех лет работаю в Отус, работаю с крупными компаниями, топом Форбс, то есть и финтех. И в целом разработка IT. И сегодня я буду как, получается, ведущий, но не ведущий, а как вместе вы, зритель, который вместе с вами будет разбираться в продукте. То, о чем нам будут рассказывать. Дальше, если мы говорим, ну, немножко давайте познакомимся, чтобы я видел. Расскажите, ну, напишите про себя, как зовут, с какой компанией, чтобы я понимал, с кем мы общаемся, чтобы нам чуть проще было, да, откуда мы, в какой мы сфере. Давайте буквально пару минут. Напишите, пожалуйста, в чат. Так, пока не вижу. Все работает, нет? У кого-то звука нет? А, вот пошли первые ответы. Отлично. Окей. Пока не все готовы. Да, если что, мы в отус следуем нашей старой традиции. Мы здесь не говорящие головы, мы всегда устраиваем такой интерактив, всегда стараемся поддерживать контакт с публикой, с присутствующими, с обучающимися. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите в чат. На многих наших вебинарах мы еще и голосом общаемся. Поэтому не бойтесь, глупых вопросов не бывает, бывает глупое молчание. Да, вы пришли сюда, чтобы узнать что-то новое, поэтому пишите. Всегда с удовольствием поотвечаем на ваши вопросы, но по каждой ум ваши ответы. Да. Ну, уже все, люди ожили, пишут, кто-то учится, кто-то работает просто в частной производственной компании. Давайте тут, ну, все мы пришли сюда познакомиться, там, посмотреть, информацию получить. Но все ли слышали про Отус? Многие из вас знают, потому что там и наработают. Кто слышал про Отус? Поставьте плюсы в чат. Что такое? О, не слышали. Кстати, я удивлен, есть много минусов. Давайте расскажу. Ну, Отус – это платформа по онлайн-образованию, да, IT-специалистов. Появилась в 2017 году с целью повышения квалификации изначально, то есть мы занимаемся по повышению квалификации IT-специалистов. Это middle, 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 плюс, уровень, senior уровень. Но вместе с этим сейчас очень сильно развивается направление по рескилингу, то есть это полное обучение с нуля профессиям в IT. Мы работаем по образовательным договорам, то есть выдаем государственный сертификат повышения квалификации. Ну, так или иначе, это очень важно при фундаментальном глубоком каком-то обучении продукту. У нас своя LMS-система, то есть удобный сайт для отслеживания, ну, именно для компаний, то есть отслеживать, как учатся сотрудники, да, чтобы это было суперкомфортно, суперудобно, эффективно, и все это было не зря. По формату обучения у нас обучение идет в онлайн формате, то есть все преподаватели, они ведут вживую. Я сейчас не продаю, я сейчас пытаюсь просто рассказать чуть-чуть, чтобы все понимали вообще откуда мы, кто мы и зачем мы здесь собрались. Если поговорим немножко про цифры, в следующем на слайде, по-моему, были цифры, то у нас более 130 курсов по различным абсолютно направлениям. Более 600 преподавателей, это люди, которые профессионально работают, работают в сфере, у них уровень middle plus senior, ну, и выше, естественно. Обучение проходит в онлайн формате, в 8 вечера обычно по Москве после того, как дополнительная работа, да, дополнительное обучение. По следующему, да, работа не только с разработкой, но в целом полный спектр направлений, да, то есть и тестирование, и дата-сантист, и аналитика, то есть полностью обучение в IT-сфере. Сегодня мы с вами поговорим, ну, вообще познакомимся с, можно следующий слайд? Да, с Александром Пряхиным. Я, наверное, сейчас передаю ему слово, чтобы ему было комфортнее, и он по себе расскажет уже более подробно. А, буквально я сразу расскажу о том, что задавайте по максимуму свои вопросы в чат, да, чтобы я буду отслеживать, помогать, озвучивать, если Александр что-то не увидит, чтобы мы на все вопросы получили ответ. Да, как я уже сказал, не стесняйтесь, задавайте вопросы обязательно. Итак, меня зовут Александр Пряхин. Я работаю руководителем разработки в Unity в компании Авито, если слышали такую. Вообще, в целом, руковожу командами с 2014 года, ну, и, кажется, собрал на своем лбу достаточно шишек от граблей, по которым попрыгал за это время, и кажется, что могу о чем-то вам рассказать. Если что, на слайде есть мой e-mail. Если у вас будут вопросы после этого вебинара относительно ОТОС, относительно темы, о которой мы сегодня с вами общаемся, конечно же, не стесняйтесь, пишите мне, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ну, и хватит о моей кандидатуре и личности. Я думаю, что это не так интересно. Сегодня мы с вами поговорим на достаточно такую хайповую тему, которая сейчас, ну, изо всех утюгов летит, что программисты скоро не будут нужны, нейросети, ноу-код, лоу-код, и разработчики вообще не нужны, и скоро у нас все будут за нас делать роботы, мы будем только отдыхать и не будем платить большие деньги за разработку. Поэтому, да, если кого-то тема зацепила, если для кого-то же заставим плюсики, отвечаем на какие-то вопросы, которые я буду задавать, активно участвуем, не стесняйтесь, обязательно будем устраивать интерактив. Ну, а сегодня, соответственно, мы с вами уже проговорили про ОТОС. Мы сегодня, конечно, поговорим про то, что такое ноу-код, что такое нейросети, разберемся с этими понятиями, поговорим про современное состояние того, как это все выглядит. Покажу вам примеры прямо онлайн, как это может быть представлено. Ну, и, конечно, нам порефлексируем, поотвечая на ваши вопросы по итогу. Вот, видишь, Дмитрий комментирует, еще не жизнь, но пока учишься даже страшнее, да, есть такое. Но на самом деле нейросети даже в учебе могут быть вашими помощниками. Мы еще с вами эту штуку сегодня затронем, как это можно на самом деле себе в пользу обернуть. Я открою маленький секрет. У меня уже пара студентов через чат GPT пыталась делать домашки. Вы сами признавались об этом, но в целом, естественно, да, там не все идеально, вот, поэтому можно этим всем пользоваться, но, естественно, оно пока не заменит. Да, нам маленький спойлер. Полноценного программиста пока еще не заменяет, но давайте по порядку обо всем разберемся, и, конечно же, сами для себя сформируем мнение. А может быть, я вру, может быть, я и не прав, может быть, и можно все уже на нейросетях посмотреть. Поэтому смотрим, насколько вообще можно уйти от людского труда, познакомимся с разными платформами и сформируем, прошу прощения, вторник, тяжелая неделя, заговариваясь, сформируем собственное мнение о том, насколько же вообще актуальны нейросети и его код-платформы. Есть ли какие-то вопросы, может быть, сейчас? Я бы хотел увидеть реакции, мне кажется. Там у нас есть инструмент, который, насколько это актуально, круто, вообще нужно, это не нужно и так далее. Мы попали туда, куда хотели, или это так? Так, отлично, лайкосики пошли. Полетели, полетели. Это круто. Ну, тогда что же, если вопросов нет, поехали. Да, маленький вопрос, у меня почему-то мигает иконка соединения. У меня со звуком, с видео все нормально, ничего не тормозит? Видео немножко залипает, но я думаю, что главное то, что ты говоришь, то, что нам показываешь. В принципе, если будет мешаться, скажите, я просто видео отключу, мало ли. Окей. Окей, тогда поехали по ноу-код решениям. Начнем с них. Вопрос первый вам. Работали ли вы уже с какими-то ноу-код решениями? Доводилось ли вам работать с ними или нет? Вы вообще не знаете, что это такое. Можете немножечко своим опытом в чат поделиться. У кого, какой есть... Ну, если работали, можете прямо написать платформу. Если не работали, просто пишем новик. Фигма. Ну, фигма, на самом деле, не сказать, что это ноу-код, да, потому что это просто дизайнерская система. Это скорее SaaS-платформа, где вы получаете, ну, такой упрощенный, скажем, фотошоп, да, в котором можете рисовать какие-то дизайнерские решения. Вот тильда, кстати говоря, это хороший пример, да, потому что что такое ноу-код, да? Мы с вами получаем без взаимодействия непосредственно с программированием какое-то решение. Тильда нам получает, выдает на выходе готовый рабочий сайт. Мы можем, не зная HTML, CSS, JS, там, Python, Java, PHP и так далее, собрать готовый сайтик, даже с формочками. Эти формочки будут там собираться что-нибудь отправлять, и это все будет работать. Вот Ольга Tankable работала. 1С, ну, в принципе, с какой-то точки зрения, да, 1С, он может быть, наверное, ноу-кодом, но все равно там без программирования тяжеловато будет. AirTable, да, тоже хорошая тема. Это такой, если кто не знает, очень мощный, продвинутый Excel. То есть, по факту, если хочется, то вы получаете просто Excel онлайн. Если хочется что-то покруче, вы можете из AirTable сделать... Создать какой-нибудь, я не знаю, там, перечень товаров в магазине, можно делать look-up таблицы, если кто-то понимает, о чем, да, и так далее. Вот. Notion, ну, в целом Notion все больше становится, ну, вот решением в плане какой-нибудь там, так какого-то task manager, но на самом деле Notion это наоборот SaaS. Да, то есть, это такой SaaS-блокнот, да, когда вы просто в облаке что-то храните. Вот, запер, хорошая тема, действительно, да, и на самом деле тоже сегодня о нем поговорим немножечко. По сути, да, как мы уже проговорили, ноу-код это, по сути, некая программа, как правило, браузерная, да, то есть мы заходим на какой-нибудь сайтик, и мы можем на этом сайтике мышкой взять и получить готовое приложение через визуальный интерфейс. Причем приложение здесь в самом широком смысле я употребляю. Это может быть веб-приложение, это может быть какое-то приложение интеграции, это может быть сборка даже мобильного приложения. Ноу-код современной платформы, они позволяют делать такие вещи. Ну и в целом, действительно, если мы возьмем какой-нибудь запер, мы можем очень быстро собрать какую-то платформу интеграции. И по факту, в общем-то, мы можем, видите, собирать мобильные приложения, база данных через Airtable, через WebApp, мы можем собирать веб-сайтики, можем делать какие-то внутренние тулзы для ведения базы данных или еще чего-то. Через Shopify или WooCommerce мы вообще можем, не программируя, взять и получить, например, интернет-магазин готовый, без программирования вообще. Ну, если мы говорим там про Asana Notion, я здесь вот спорно отношу это к ноу-код решениям, потому что, условно, это все-таки сервис, нежели ноу-код, потому что, ну, особо мы ничего там не получаем на выходе вообще доступного. Это, скорее, что-то, что мы делаем для себя, ну, либо, ну, наверное, к ноу-коду можно как к ноу-коду отнестись, если мы, например, ведем какие-то заметки общедоступные, да, и хотим расшарить что-то. Часто, кстати говоря, часто встречается, что в ноу-шене вакансии, например, поиск. Я в ноу-шене пишу заметки по книгам какие-то, читаю, да, это тоже достаточно классные штуки. То есть ноу-код здесь у нас важно не спутать еще с лоу-кодом, потому что ноу-код, по сути, это решение, которое позволяет бизнес-пользователю, который не знает, как программировать, получить работающую логику продукта. Есть лоу-код решение, да, когда мы кодим в самый-самый минимум, и чаще всего эта штука уже используется больше инженерами, которые знакомы с программированием, но не хотят много кодить. И это решение, например, я, такого рода решение я использовал, когда мы строили Adinkwarehouse, склад данных. Если кто-то там не представляет, что это такое, да, когда мы говорим про аналитику, да, мы работаем с огромным количеством данных, да, не знаний. И эти данные должны собираться в централизованном таком-то хранилище из разных источников. Вот для того, чтобы собрать эти данные из разных источников, нам нужно построить так называемый ETL-процесс, Extract, Transform and Load. То есть, когда мы достаем откуда-то из первого источника данные, сливаем их как-то, трансформируем и загружаем в целевую базу. Так вот, как раз-таки трансформирование, оно часто бывает достаточно сложным, когда, например, нужно взять данные из одной базы, данные из другой базы, как-нибудь их смежить между собой, получить какой-то сложный массив и загрузить в целевую схему. Вот. И для этого, например, используются ETL-пулзы, такие как, например, информатика или талент, когда вы на самом деле можете мышкой подвигать какие-то элементы, которые прям вы подключаете к базе данных, но графически, и у вас прям видно, как данные перетекают, да, условно из одного графического элемента в другой. Смотрится это достаточно впечатляюще. Кстати говоря, есть уже и российские аналоги, например, систему Loginom, она также по такому же принципу работает, то есть она может строить и интеграции, там, напишенные, и из баз данных. Вот это уже локод-система, потому что там часто нужно либо накодить какую-то, какую-то логику слияния, да, ну, то есть, условно, там, какой-нибудь if или цикл, ну, что-то очень простое, да, то есть вам не нужно собирать огромную систему, которая знает, как соединяться, да, там, какие драйверы подключить и так далее, так далее, так далее, то есть вы просто графически двигаете компоненты, где надо, чуть-чуть кодите. Вот это локод-система, да, есть ноу-код-система. Вот Алекс, не знаю, Алексей Александр, как правильно, если ошибся, извините, пишет, что традиционные инструменты в плане цена, качество, перформанс, оно точно заменить не сможет. Ну, да, об этом еще поговорим. Вот Александр подтверждает, да, что логином... Да, мне было интересно, Александр писал по поводу, мне всегда казалось, что это какие-то такие решения для, ну, маленького бизнеса, как будто бы, для чего-то такого не супер, ну, в больших корпорациях это не супер используется. Ты можешь сказать, ну, просто интересно вообще, есть такое у вас, допустим, или еще, ну, как это... Смотри, давай так, если мы говорим про локод-системы, локод-системы используются очень много, то есть, например, то же самое и тело информатика, это решение интерпрайз-класса, то есть это решение, которое используется в банковской сфере, например, да, то есть когда нужно собирать передачу данных достаточно быстро, но при этом иметь достаточно большую гибкость, да, поэтому в целом такие вот штуки есть. Ноу-код, да, в большом бизнесе он используется несколько иначе, ну, то есть, условно, да, там ту же самую тильду мы тоже, вовид, используем, если нам нужно собрать какую-нибудь лундосик, потому что мы понимаем, что, ну, условно, если мы хотим получить такой промо-лендинг, мы не будем привлекать к этому дорогой ресурс программиста, для того, чтобы у нас он был, ну, там, кросс-браузерный, адаптивный и гибкий и так далее, мы просто берем и собираем это руками или дизайнеров, да, там, или еще кого-то, кто умеет пользоваться тильдой, тем более, что там из коробки мы получаем уже достаточно гибкую историю. Поэтому в целом это достаточно удобная и комфортная история. Более того, сама по себе тильда, даже при оплате лицензии, она стоит явно дешевле, чем содержание, да, там, штатов программистов, которые будут это использовать. Вот, кстати говоря, да, вижу комментарий, if, t, 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 if, then, if, this, then, that. Я вспомнил, как это расшифровывается. Да, есть классная история. Ну, я сегодня покажу Zapier, но на самом деле еще похожая тема. Сейчас тоже ее затронем. Вот как раз-таки Zapier. Я специально, ну, я, правда, отключил этот Zap. Zapier скрипты называются Zap-ами, да, то есть это штуковина, которая позволяет вам интегрировать огромное количество сервисов. Ну, например, я нажимаю, вот, создать какой-нибудь Zap, и он позволяет из системы любой абсолютно, там, вот 5400 приложений, ну, например, да, там, из Twitter или из Google Drive взять по какому-то событию какие-то данные, перелить их в другую систему, и там что-то с ними сделать. Причем шагов может быть много, да, даже есть бесплатная версия. Ну, например, вот я за, там, считанные секунды могу собрать себе скриптик, который мне будет на почту отправлять нотификацию о том, что Илон Маск запостил что-то у себя в Twitter. То есть собирается очень просто. Я захожу, выбираю именно Twitter, говорю, что вот каждый раз, когда у меня Илон Маск, и в Ивент я проставляю user tweet, то есть я логинюсь туда под своим Twitter, который я сейчас спалил, подписывайтесь, ха-ха, я, соответственно, вижу, что Илон Маск запостил какое-то сообщение, мне сразу же падает на email информация о том, что Илон Маск написал что-то, и я могу его посмотреть. Естественно, это самый-самый-самый простой сценарий, но представьте, каким образом вы можете это все дело автоматизировать. То есть вы можете, например, самый такой простой сценарий, у вас есть, скажем, каждые две недели спринт-ревью, или какая-то регулярная встреча. К этой встрече вам нужно создать болванку презентации, с которой вы будете выступать. Потому что презентации, встречи, встречи, там спринт-ревью, у всех, как правило, презентация одинаковая, нужно рассказать об одинаковых вещах. Соответственно, мы говорим, что, допустим, по какому-то событию, например, там Google календарь, каждые две недели привязываем, мы говорим, создай, пожалуйста, презентацию с таким-то именем. Как только ты ее создашь, разошли, пожалуйста, нам оповещение. И вместо того, чтобы что-то ходить, изучать API, смотреть, получать ключ разработчика, разворачивать код где-нибудь там в Google Apps скрипте или где-нибудь в фаст-платформе. И, в общем, делать много лишних телодвижений, можно зайти в запер. Не обязательно в запер, да, можно тот же самый и в ТТТ использовать. Принцип работы у него тот же самый. Да, то есть мы говорим, ну, собственно, расшифровывается, я вам сказал, да, там if this, then, that, то есть он работает по принципу укажи, пожалуйста, событие, на которое я должен среагировать. Если оно случается, then, то я делаю that, это. И здесь точно так же можно делать достаточно крутые интеграции. Так что, в целом, если у вас там в рабочей, в работе случается потребность в создании какой-то интеграции, да, там, или же какой-то системы, да, там, простенького приложения, да, там, именно приложение визитки какой-то, или, скажем, лендоса, то, если появляется такая необходимость, не нужно бежать и программировать это с нуля. Да, это вполне себе можно сделать, да, там, на no-code решение. Если мы говорим про low-code решение, например, да, там, у меня есть блог, я веду его на WordPress. Ну, просто потому, что я не буду изначально разрабатывать себе движок блога. Ну, да, там, наверное, лет 15 назад мне было бы это интересно поделать, вот. Но сейчас у меня просто нет на это времени. Мне нужно получить систему, которая закрывает мои конкретные текущие потребности, не вкладывая в это много сил и времени. То есть я могу зайти, запостить что-то и так далее. Поэтому в целом мы понимаем, что no-code решение, как и low-code решение, это штука, которая, ну, на самом деле помогает нам во многих, соответственно, вещах. И я вот тем, кто ни разу не пробовал, да, в своей работе no-code решение, попробовать посмотреть в сторону именно интеграционных no-code решений, потому что, ну, как правило, да, там смотрят no-code, ну, тильда. Тильда есть, я вот буду пользоваться тильдой. Не тильда единый жив человек, потому что через, например, интеграционные решения можно делать очень много крутых штук. Ну, к слову, да, там на моей предыдущей работе, когда я там еще был в СТО, мы через Analog Zapier организовывали интеграцию по выгрузке данных, просто потому что мы понимали, да, вот эта интеграция, она нам, ну, много денег в моменте не принесет, но у нас сейчас нет ресурса, да, там, условно, здесь сейчас разработчиков, которые могли бы это сделать. Да, но есть ребята, которые хотят что-то попробовать там руками поделать из такого, ну, второго, точнее, первой линии поддержки, на которой только двигаются в сторону разработки. И им это было интересно, они взяли это, попробовали и, собственно, реализовали у себя такую линейку интеграции. Это, в общем-то, достаточно крутая штука, поэтому мой вам рекомендацион среди NoCode решений, интеграционные решения и решения, допустим, по разработке там мобильных приложений, они, мне кажется, вам будут достаточно интересными. Потому что, по сути, интеграция мобилки – это сейчас две очень-очень дорогие сферы разработки, но не всегда, там, допустим, какой-то компании нужно свое навороченное суперкрутое мобильное приложение здесь, сейчас. Да, можно просто начать с чего-то с дизайном, да, если очень хочется. Вот, поэтому в эту сторону можно посмотреть. Ну, можно я, на секунду, мне интересно, кто из нас, ну, из коллеги, кто из вас вообще пользуется NoCode решениями, может быть, в работе там, или просто для личных каких-то дел. Напишите, кто и какими, если есть такая возможность. Просто интересно посмотреть, насколько это все широко стало. Ну, вот как раз я вижу, что использовали в основном Tildo, кто-то множко, кто-то немножко. Bubble.io пользуется популярностью, да, это, в общем-то, тоже возможность построения продуктов без кода, да, соответственно, на их сайте, даже есть там премьер. Можно построить какую-то приложеньку условно там мобильную или же какой-то веб-дизайн, несложность, workflow. Так что, в общем-то, это достаточно интересная штука. Google Drive. Кстати говоря, у Google Drive есть классное решение Google Apps Script. Там тоже можно собирать, но там все-таки low-code. Там все равно все будет походить. Там можно триггеры собирать, но, на мой взгляд, они не настолько продвинутые, например, как тот же самый запи. Команды на iPhone, кстати говоря, это тоже, в общем-то, своего рода no-code. Вот вижу, я работал в стартапе, который только и собирал решения на low-code. Да, в каком-то отношении какие-то решения реально можно строить на low-code. И это реально очень и очень экономит деньги, особенно если нужно попробовать какую-то гипотезу, какой-то прототип. Вот Екатерина как раз-таки и пишет, что хочется попробовать прототип какой-то, MVP собрать. То есть, посмотрите, а будет ли идти сюда трафик, будет ли интересно людям потыкать вот это решение. Да, потому что можно взять, вложить там в разработку уйму денег, потому что, ну, на самом деле, разработка более-менее там внятная, она будет стоить там полмиллиона миллион там в одну команду. Это реально там стартовая история в месяц, не считая налогов даже. Вот. И условно получить непонятно что, а можно, в общем-то, не особо вкладываясь, купить лицензию, да, там взять человека, который более-менее умеет делать и получить решение, которое, в общем-то, проверит гипотезу, а будут вообще туда люди идти или не будут. Вот вижу, да, там умный дом Альниса. Ну, да, кстати говоря, если говорить про умные дома, я еще где-то году в 2016 или 2017 первый раз поработал с интеграцией Alexa, амазоновской, когда только-только у них появлялись эти колонки. Ну, вот там тоже достаточно крутые штуки можно было настраивать, тоже голосовые команды, потом это перетекло в умные колонки в российских производителях. Да, вот веб-скрапер, в общем-то, я вижу, что люди пользуются этим. В общем-то, это вполне себе рабочая история, да. Чат GPT нет, про чат GPT это уже не лоу-код, это немножечко другая история, это нейросеть. Да, были какие-то комментарии, идем дальше? Да, в принципе, там, ну, называли, но по сути мы все, как и для личной жизни, так и для каких-то рабочих киевских решений, вижу. Ну, вот на самом деле, ноу-код, он появился не сейчас, не в моменте. То есть он сейчас, наверное, набрал самую большую популярность, потому что, ну, знаете, это вот всегда часто слышу там от своих родителей, серии, вот дети сейчас берут мобильный телефон, начинают с ним работать и сразу там все понимают, куда нажимать, а мы мучаемся. На самом деле, это заслуга, да, там, здесь и сейчас UX-дизайнеров, которые делают очень классные вещи. Также здесь, да, ноу-код, он появился не сейчас, но в данный момент появились решения, которыми могут пользоваться реально все. Потому что на самом деле ноу-код имеет достаточно большую историю. В 2005 году любой мог собрать себе сайтик на базе конструктора сайтов под названием ЮКОС. Может быть, кто-то застал, да, в моей, прости господи, молодости тоже такое было. Все собирали себе эти сайтики, да, там без какого-либо кода все из блочков собиралось. В общем-то, был точно такой же ноу-код, так что ставьте лайк, кто застал динозавров вместе со мной. Александр пишет, трейла ноу-код или нет? Через расширение на нем можно развернуть хоть полноценную сервисную систему. Но смотрите, трейла это скорее уже сервис, да, потому что, по сути, вы трейла разворачиваете как внутреннее приложение, но с какой-то точки зрения, да, это тоже, в общем-то, можно отнести к решениям ноу-код. Но здесь, видите, тонкая очень грань между ноу-код решениями и Software as a Service. Потому что, например, есть тот же самый Microsoft Office 365, который можно в Web использовать, да, но это, по сути, SaaS. Вот. Поэтому, соответственно, здесь строго нельзя сказать. Поэтому UGOS, да, вот такая вот штука была. В 1997 году при помощи системы Relab физики-ядерщики могли создать модель реактора в графическом редакторе и потыкать ее на предмет, я не знаю, там, каких-нибудь аварийных ситуаций, как она отреагирует, да, там, на отказ какого-то из компонентов. Это 1997 год, графическая редактивность. Да, понятное дело, интерфейсы гораздо сложнее и так далее. Но, тем не менее, ноу-код появился не здесь сейчас. Ну, кстати, говоря, Екатерина пишет, чат GPT-3 предыдущую втыкали в тильды, получали продукты. А, собственно, почему нет. Это достаточно нормальная история. Поэтому, в целом, популярность ноу-код, на мой взгляд, она обусловлена тем, что у нас есть сейчас необходимость быстрой реакции на рынок. Очень многие команды работают через оботесты, через какие-то MVP, через проверки инициатив, гипотез, которые нужно, собственно, раскатывать очень-очень быстро, не вкладывая в это много денег, и проверять рынок, да, сколько людей придет. То есть, у нас, например, да, там, в Авито есть там своя огромная платформа, например, для АБ-тестов. Она, естественно, не ноу-код, да, но тем не менее, мы там можем отслеживать, когда в бардах, и вот мы тоже понимаем, что мы не можем себе позволить просто так взять и, ну, какую-то штуку сделать, да, там, поменять какой-нибудь юзерфлоу, поменять какое-то поведение, да, и так же и здесь, когда, особенно, когда, например, маленькие компании начинают свой стартап, есть люди, которые говорят, ну, вот мы сейчас делаем, заработаем деньги, мне это нравится, ну, и здесь есть такая ошибка, в общем-то, которая говорит о том, что если это нравится тебе и друзьям, это не значит, да, что ты на этом сможешь зарабатывать деньги. Поэтому для того, чтобы проверить, вполне можно за недорого собрать какой-то концепт, который будет, соответственно, приносить деньги, да, и опять же, да, если нужно каждый раз программить какие-то простенькие лендинги, да, не нужно, там, пилить что-то сложное и так далее, можно получить какое-то решение очень-очень быстро и недорого. Дмитрий, вижу, сколько плюс-минус длится все это будет. Ну, вот смотрите, в 97-м году уже были ноу-код решения, да, сейчас у нас на дворе 2023. И в целом идти по дорожке упрощения каких-то сложных операций мы будем достаточно долго, потому что есть очень много решений, которые можно, да, там, со временем автоматизировать. По сути, ноу-код, он же на чем строится? На том, что выявляется какой-то паттерн, да, паттерн уже можно автоматизировать. Вот. И, соответственно, исходя из этого, чем дальше мы уходим, значит, тем больше паттернов мы сможем выявлять, тем больше мы сможем автоматизировать. Поэтому ноу-код решения, да, они будут существовать и развиваться. Никуда от этого не денешься. В конце концов, да, любой продукт, будь это ноу-код решения, будь это идеально хороший код или будь это ужасно плохой код, пока он приносит деньги бизнесу, он будет нравиться. А ноу-код решения позволяют в определенной области эти деньги достаточно быстро доставать. Вот. Поэтому в целом это будет достаточно приемлемое решение. Алексей, если вдруг на сайт придет очень много людей, и в MVP решение перестанет вывалить, то реально ли вы успеете реализовать нормальное рабочее решение, пока пользователи не успели разбежаться? И вот тут Алексей задал очень хороший и правильный вопрос про риски ноу-код. Поэтому давайте перейдем к минусам, да. Естественно, не может быть такое волшебное пушистое решение, которое взял за 5000 рублей в месяц, получил и у тебя сразу бабки в карман поплыли. Во-первых, да, еще до хаброэффекта, когда к вам наваливается очень много народа на сайт, есть такая штука, как вендерлог. Знаем, что это такое? Ну, расскажи лучше мне, потому что я точно не уверен в этом. Кто-то знает, не знает. По сути, когда мы делаем решение, например, на запер или, например, на тильде, на той же самой, мы размещаем свою какую-то, ну, условно-интеллектуальную собственность, да, свою логику на стороннем решении. Если тильда закрывается по непонятной причине, например, в нее попал метеорит, мы не сможем вытащить это к себе. То есть мы полностью заблокированы решением этой компании. Например, да, там в 2018 году, когда, да, там шла борьба с Телеграмом, там были веерные отключения айпишников и грохнули, насколько я помню, тогда Клаб Флэр, по-моему. Вот. И у людей поотваливались, соответственно, сиденки. Вот. Люди этим пользовались. Тоже, соответственно, пришлось сидена как-то переезжать. Были все настроены на этот сиден, соответственно, выехать с вендерлог тяжело. У меня была история, не связанная с отключениями, но, соответственно, в Амазоне есть такая классная штука, как Function as a Service, да, не разворачивая виртуалок, контейнеров и прочего, взять и, соответственно, положить кусочек кода в облако, и он там будет исполняться. Но вытащить это и перенести, да, там, куда-то на другое облако, например, в Россию, на тот момент был нельзя, потому что, например, FAS в российских облаках тогда еще не было. То есть вендерлог – это штука, которая, соответственно, блокирует нас на решении, и если решение вдруг исчезает, то мы не можем им пользоваться нормально. Нам нужно повторно инвестировать там деньги, время в то, чтобы получить это решение заново. Да, вот Екатерина пишет, у нас были такие проблемы, баги в ноутод приносили нам конфликты за наказчиками, да, то есть, и это тоже, на самом деле, достаточно сложная штука. То есть, например, если вендер не предоставляет такую услугу, вы должны быть очень крупным клиентом, чтобы под вас что-то допилили. Если вы маленький стартап, пользуйтесь чем-то далее. Извините, вот это вендерлог. А по поводу записи я на всякий случай расскажу. Да, она будет завтра во второй половине дня, всем направится, тут не беспокойтесь, все окей. Понятно, то есть, реально зависимо, если большие риски, особенно если какой-то проект, правильно? Да, да. Вторая проблема – это утечки данных, потому что, ну, понятное дело, что мы можем пользоваться большим решением, которое действительно инвестирует деньги в время своей команды в инфобезопасность, но, к сожалению, есть небольшие компании, да даже там недавно у кого, по-моему, у One Password или Last Password была утечка, когда, соответственно, там была проблема с конфиденциальностью паролей. И большие компании, к сожалению, тоже подвержены утечкам данных, проблемам с человеческим фактором. Ну, то есть, например, да, там возьмем одно из российских облаков, сейчас намеренно не буду, да, там называть имя, я думаю, все, кто по-моему, догадаются, но, соответственно, там один из инженеров залез на продакшн и грохнул просто, соответственно, там часть, по-моему, половину виртуалок на продакшн. Было это, по-моему, в 18-м или 19-м году, вот, но тем не менее, да, размещая что-то где-то, мы должны понимать, что мы перекладываем свою ответственность на провайдера. У этого есть определенные риски, то есть за время, за удобство мы платим тем, что берем на себя определенные риски. И, естественно, вот как, соответственно, наверху отметил Алексей, это потолок возможностей. Потому что ноу-код решения, они делаются под масс-маркет. Покупая, я не знаю, там, бюджетный автомобиль, вы вряд ли поедете на нем гонять ралли Париж-Дакар, потому что он просто-напросто развалится и не выдержит таких нагрузок, вы не проедете на нем Лиман. Также и здесь. Компании, которые рассчитаны под огромные нагрузки, под тысячи, под десятки тысяч запросов в секунду, а то и больше, они не используют лоу-код, потому что лоу-код сам по себе, он должен обслуживать огромное количество клиентов на своих серваках. И лоу-код внутри, это хайлоуд. Но он не предоставляет хайлоуд своему конечному потребителю, да, потому что если мы посмотрим там на тильда ландосы, они, как правило, делаются, например, под покупной трафик. Вряд ли вы там органику на тильду нальете, потому что тильда, она, ну, достаточно медленная. Поэтому, как правило, это тоже нужно держать в уме. И это значит, что тот же самый запер, например, он не будет работать просто там безумно быстро. То есть, опять же-таки, это предоставление вам сервиса, как одному из многих клиентов. Ну, что там говорить? Амазон, если мы, ну, там не ноу-код, но, опять же, как вариант, как вариант вендора, Амазон даже на сильвер уровне поддержки, когда вы платите там по 200 баксов в месяц за поддержку, обязуется вам ответить в течение суток, если у вас все это пошло не так, если что. Вот, поэтому потолок возможностей у ноу-код решений есть. И когда компания разрастается, совершенно точно, да, если набегут люди и решение перестанет вывозить, то нужно действительно уже переходить на что-то более серьезное. Поэтому, Алексей, быстро, ну, зависит от объема проекта. Если это у вас ландосик какой-нибудь, да, там, с формами, со сбором каких-нибудь там данных, с переотправкой почты, ну, это можно вынести руками хорошего консалта, там, за недельку, вот, перевести все, потестить и так далее. Если у вас собрана какая-нибудь система с кучей интеграции, переписывать это, конечно, уже не очень быстро. Но здесь нужен человек, который будет прорабатывать уже стратегию развития, какую-никакую, да, там, не огромной компании, но нужно смотреть за динамикой, как у вас растет, соответственно, объем пользователей, сколько у вас людей приходит. Понятно, дело, там, от волнообразного скачка никто не защищен здесь. В любой момент может прийти, там, миллиард пользователей и положить вам сайт. Такое действительно может быть, но это может быть и на обычной системе, если там просто-напросто не вылезет. Поэтому здесь никто не застрахован от того, да, там, что такое будет. Поэтому нужно смотреть за трендами, да, и смотреть, как объем трафика влияет на объем, точнее, на скорость работы. Александр, каждому серьезному заказчику обязательно нужен бантик снизу, которого в конструкторе всегда нет. И того, стандартизированный конструктор, но он только для своих пробников. Ну, смотрите, опять же, все зависит от того, с какой точки организма нужно притмыть бантик. Если это, опять же, такие, да, там, в большой компании, те же самые, там, Windows, куда нужно налить трафик, ну, никто не будет там все делать руками, да, и просто-напросто можно закрыть глаза на отсутствие этого бантика. Если бантик очень нужен, с бизнесом удобно говорить на языке денег, да, можно спросить, хорошо, вот этого бантика нет. Вот мы сейчас вложим там условно миллион чего-нибудь, да, и получим решение без ноу-кода. А вот этот бантик сбоку, он нам этот миллион отобьет или там он нам отобьет его за какое время. Вот. И, соответственно, мы уже понимаем, стоит ли нам уходить от ноу-код решения или не стоит. То есть, в принципе, системы, они не возникают из ниоткуда и не существуют сами по себе. Их должен кто-то поддерживать. Поэтому, когда вам говорят, что программисты не нужны, ноу-код всех заменят, стоит задаться вопросом, но внутри ноу-кода кто-то же существует, кто-то его поддерживает, и это, естественно, люди, которые его разрабатывают. Да, и до тех пор, пока есть бизнес-заказчик, чем программисты будут нужны, потому что искусственный интеллект пока еще не научился отвечать, что 2 плюс 2 равно 5 с гарантированной точностью. Вот. Так что здесь пугаться, конечно же, не стоит. Кто-то все равно будет разрабатывать и дорабатывать, но, конечно же, низкоквалифицированные инженеры могут реально собрать какое-то простое решение без привлечения условного шуна, взять и собрать на ноу-коде. Такое действительно может быть. Благо, там не всегда компания умеет считать деньги на таком уровне, и поэтому все-таки нанимают стажеров. Ну и плюс, опять же, стажеры, это инвестиция в будущее, да, в то, чтобы человек развивался и в будущем стал лояльным, высококлассным инженером. Вот. Поэтому или наоборот, без медла нужно силами джуна что-то годное собрать. Но если собирается силами джуна, у меня большой вопрос, да, там, а нужен ли вообще штаб программистов в этой компании, если не нужны медлы и лучше. Вот. Поэтому действительно для таких компаний ноу-код это решение. Вот. Если эта компания уже более серьезная, то лоу-квалы здесь уже начинают, конечно же, проигрывать. Поэтому, скорее всего, это выразится в том, что будет происходить переток джунов между инженерными областями, да, то есть джуны будут идти туда, где ноу-кода еще нет, да. То есть это тот же самый какой-то Gmail, куда, на самом деле, конечно, зайти сложнее, но, тем не менее, там еще пока лоу-кода не так уж и много. Ну и другие области, да, в которых можно развиваться. Ну, если раньше там все заходили через верстальщиков, становились VKM-программистами, привет всем из 2010 года, вот, то сейчас это направление еще по лоу-коду, давайте мы подождем. Вот, вижу. Вы бы согласились с таким утверждением, что лоу-код и ноу-код в основном появляются на бэк-энд, потому что фронт-энд очень индивидуальный. Ну, нет, ну почему? Смотрите, тот же самый тильда, те же самые конструкторы сайтов, тот же самый Wix. Понятное дело, что если у вас появляется что-то индивидуальное, на бэк-энде, на фронт-энде, у вас теряется необходимость ноу-коде. Это справедливо для любой системы. Если у вас требуется, ну, условно, соблюсти цветовую схему, добавить лого и сделать все это там на условном там белом или сером фоне, вам спокойно для фронта тоже хватит ноу-код решения. Вот, поэтому я скорее здесь не то, что соглашусь или не соглашусь, я отмечу то, что здесь нужно понимать, насколько высоко кастомизированы ваши решения и какие к нему есть требования. Николай, используют ли в госструктурах решения лоу-код и ноу-код? Ну, я, честно говоря, достаточно мало работал непосредственно с госсектором разработки, но достаточно точно знаю, что требования к тому, что там внедряется, да, достаточно высокие, то есть там должно быть сертифицирование, как правило, это российские системы, значит, там нужно искать именно на российском рынке что-то, что удовлетворять будет потребностями. Олег, кажется, что ноу-код – это маркетинг, любая бизнес-страница в соцсетях тогда тоже ноу-код. Ну, по сути, да. И, в общем-то, да, это хайп. И многие, да, там платформы сейчас, знаете, недавно вот видел там из серии «Я вчера там не работал, а сегодня я стал ноу-код-разработчиком мобильных приложений». Вот ноу-код-разработчик меня всегда улыбает словосочетание, ну, то есть это достаточно забавная история, ноу-код-программист. Если вам нужно построить хрущевку, ноу-код – ваш выбор. Если вам нужен дом в виде замка, избегайте ноу-код. В общем-то, это действительно правда, да, то есть как только у вас появляются потребности в высокой кастомизации, в каких-то особых требованиях к вашему поводу, ну, никуда не денешься, придется уже пилить что-то свое. Так, ну что, вроде бы на все вопросы по аналитике… Да, прости. Excel ноу-код пишет для меня аналитический. Ну, в общем-то, ну, смотрите, если хотите аналитическую систему на Excel собирать, это лоу-код скорее, потому что вам нужно знать функции Excel. Попробуйте что-нибудь поанализировать на Excel без функций. Так, решение ноу-код – это только для создания онлайн-продуктов. Но, смотрите, сейчас оффлайн-продукты достаточно редки. По сути, ведь вы же интегрируете что-то с чем-то. Ну, то есть здесь, наверное, вы под онлайн подразумеваете… как это… веб-сайт… а, ну, есть, конечно, десктоп приложение. Слушайте, был же этот… Дельфи. У Дельфи была возможность лоу-код создания там окошек. Можно было накидать туда кнопочек и запрограммировать эти кнопочки. Какие есть лоу-код и ноу-код решения в мобильной разработке? Вот как раз-таки я приводил пример ландшафта. Вот для мобайл как раз-таки можете вот эту вот часть посмотреть. Вот, например, Flutter Flow, который вам позволяет на Flutter писать. Ну, точнее, создавать с кодом на Flutter сразу по две системы. Так что можете тоже посмотреть. Насколько я знаю, Glide больше используется, он более такой навороченный. Окей, давайте тогда идти дальше. Если будут вопросы, пишите в чате. Глядел большой вопрос, да, посмотрим сейчас и, мне кажется, можно переходить в нейросети, да? Да. Давайте последний вопрос. Недавно пришлось столкнуться с Webflow. Некоторые компоненты беспалево ссылаются на открытые куски кода в GitHub и в консоли сайта компании. Построена на этой платформе, как забавный комментарий от разработчиков этих элементов, к которым Webflow формально никакого отношения не имеет. Ну, в общем-то, опять же, да, это вендорлог. Это когда вы используете сторонние решения и не удивляетесь тому, что там будет сюрприз. Так вот, нейросети. Начнем примерно как с NoCode. Кто уже работал с нерстями? Ну, Александр, на самом деле нет. Ну, опять же, если вы пишете сайт на том же самом PHP, это что не значит, что LoCode, вам нужно разбираться с кодом. Вот, кто-то уже делал, кто-то, кто-то уже использовал. Какие нейросети использовали? Пички на уход. Делали. Так, ну, давайте так. Как говорится, тест Тюринга. Есть три картинки слева направо. Один, два, три. Скажите мне, пожалуйста, какую картинку нарисовал человек? Давайте напишем чат, чтобы условно посмотреть. Так. Три, три, два. Ни одну не нарисовал, пишет. Так. Ну, на самом деле, да. Ни одна из этих картинок не нарисована человеком. Хотя и кажется. На самом деле, да, этот слайд. Этот слайд действительно нарисовал человек, то бишь я. Действительно, это так. Ни одну из этих картинок не нарисовал человек. Это все три картинки, сгенерированные небезызвестной сетью MidJourney, которая генерирует, собственно, изображение по описанию. Ну, соответственно, справа налево, да, там это BMW, соответственно, картина маслом дом и иллюстрация к одной из песен группы Король и Шоу. Ну, вот. Собственно, ну, давайте разберемся тоже с тем, тоже под капотом. А что такое нейросеть? По сути, у нас любая программа обычная, да, классическая, давайте так, это, конечно, набор инструкций, которые носят императивный характер. То есть мы совершенно четко описываем последовательность действий. Эта последовательность, она у нас может меняться в зависимости от вводных, но эта штука, повлиять на которую, на объем вообще состояний, может исключительно человек, да, меняя конкретные инструкции в коде. То есть мы залезаем в код, переписываем там что-то, у нас программа начинает себя вести иначе. При этом, если программа встречает непонятные условия, она у нас останавливается, выдает исключение, ошибку, на что-то нам говорит об этом и, соответственно, говорит, что задача это не может решить. Нейросеть – это своего функция работы человеческого мозга. Если начнете изучать в принципе нейросети, если много классных видосов, кстати говоря, у нас в фокус тоже есть даже статичка о том, собственно, как устроена нейросеть и с чего начать. Первые концепции нейросетей, вы удивитесь, были описаны еще в 20 веке, в середине 20 века, 60-го года, когда была разработана концепция перцептрона, то есть компьютерная имитация человеческого нейрона. Если углубляться сейчас в строение человеческого нейрона, у нас есть нейрон, есть, соответственно, связи между нейронами, как раз таки, если не изменяет память, аксон называется, ниточки, которые нас связывают. И каждый раз, когда мы узнаем что-то новое, у нас в мозгу строятся новые нейронные связи, когда мы учимся, и они позволяют нам узнавать, что там перед нами микрофон, компьютер, лампа. То есть, когда мы запоминаем что-то, мы создаем нейронные связи. И вот перед вами самая классическая картинка нейросети. Между ними есть нейроны. Как правило, нейросеть у нас состоит из слоев. Самые простые нейросети, если вот совсем сейчас не углубляться в теорию построения нейросетей, у нас есть входной слой, есть скрытые слои обработки и есть выходные слои. Это результат, который нам отдается. Если опять же таки проводить аналогию с человеческим мозгом, что у нас будет входным слоем, как вы думаете? Большой массив данных нет? А? Большой массив какой-то данных нет или что? Это входной слой. Давай посмотрим. Вот правильно. Основание, обоняние. Да, это наши рецепторы. Это наше зрение, слух, вкусовые ощущения. То есть, когда мы принимаем на вход что-то, мы анализируем объект через свои входные ноды. Они подают это в мозг. Мозг обрабатывает зрительный сигнал, тактический сигнал. И исходя из того, что он получил, он сопоставляет как-то у себя полученную информацию. Ну, я сейчас опять же очень сильно упрощаю. И на выходе говорит, что перед нами кошка, перед нами автомобиль, перед нами телефон. То есть, примерно так же работают нейросети. Но работают обученные нейросети. Если мы возьмем ребенка достаточно маленького и покажем ему предмет, он не будет знать, что это за предмет. Мы ему дадим кубик, например. Он посмотрит на него, ну, окей, прикольно. Мы ему дальше говорим, смотри, это кубик. Ребенок его трогает, смотрит, видит его форму, запоминает тактильные ощущения. И в следующий раз, когда мы даем ему другой кубик, например, другого размера или другого цвета, или другого материала, он смотрит на него и понимает, ага, это кубик. А почему он так делает? Потому что он увидел, что тактильные ощущения не совпадают, например, да, или там, ну, совпадают с какой-то очень маленькой долей вероятности. Не совпадает цвет, но при этом совпадает форма. Он смотрит на него и говорит, окей, ну, с какой-то долей вероятности это кубик. Ребенок такой и говорит себе, что это кубик. Она, если дать ему штуку другой формы, он, ну, допустим, там, какой-нибудь тетраэдер, он попробует посмотреть на него, вроде тоже есть острые углы, там, грани и так далее. Он, скорее всего, тоже расскажет, да, там, если вы только что дали кубик, дали тетраэдер, он тоже скажет скорее, но это кубик. И что удивительно, нейросети на ранних этапах обучения, на ранних эпохах, они примерно так же себя ведут, они такие скажут, но это кубик, да, потому что у нее еще достаточно мало данных. Как это все работает вообще, да? Мы хотим предугадывать, например, покупателя, исходя из данных. Ну, то есть, вот мы система компьютерного зрения. Мы можем там, допустим, увидеть человека, который к нам зашел в магазин. Мы можем там, как в игре Киберпанк, просканировать его, посмотреть, сколько у него денег на счету, как его зовут, где он живет, да, получить о нем всю информацию. И дальше должны принять решение, а покупатель это или нет. Ну, допустим, у нас есть два параметра, да, которые на выходе нам дают. Это значение А, которое принимает какое-то дробное число от нуля до единицы. Это параметр, который говорит, что он скорее покупатель. И значение Б. Это просто мимо проходил. То есть, чем больше значение А, тем больше вероятность того, что это покупатель. Чем больше значение Б, тем больше вероятность того, что это мимо проходил. Ну, если, например, у нас получается результат там 0,7 значения А и 0,2 значения Б, то, скорее всего, это покупатель. Примерно так работает нейросеть. То есть вот здесь у нас на входе подаются какие-то параметры на синенькие ноды. На зелененьких нодах производится какой-то хитрый расчет. И на красной ноде у нас вылезает вот это числовое значение. Примерно так работает нейросеть в общих чертах. Но если кто-то читал Дугласа Адамса, тот узнает картинку и почему она связана с числом 42. Но нейросети никогда не дают точных ответов. Если вы спросите, покажете нейросети изображения и спросите, это собака или это бургер, нейросеть как-то разложит эту картинку на данные и скажет с вероятностью такой-то это собака или это бургер. При этом у нейросети скорее всего будет какой-то порог и нейросеть скажет, что если у вас какое-то значение превышает определенный порог, она будет уже склоняться к определенному ответу. Если я спрошу это изображение, ну опять же таки нейросеть скажет, что с определенной долей вероятности это изображение, это картинка. Я могу его прочитать и могу увидеть там какие-то соответственно паттерны рисования. То есть, по сути, когда мы хотим предугадывать покупать, у нас есть опять же таки наших три слоя. На внешний слой у нас, допустим, подается человеку 27 лет, у него средний чек там 4,5 тысячи рублей. Да, ведь у всех же есть карта лояльности в любимом магазине, да? Всем кокуплением баллов. Поэтому, в принципе, магазин уже знает ваш средний чек. А это, допустим, мужчина, он холост, он приехал на парковку на автомобиле BMW. Это данные, которые подаются на входной слой. На скрытом слое эти данные, соответственно, получают определенный вес в отношении принятия какого-то решения. И на выходе у нас получается результат. Ну, здесь будет на выходе, да, там, вес 1 и вес 2. Ладно, покупатель или мимо крокодил, как говорится, да? Вот. Поэтому, соответственно, допустим, нейросеть нам говорит, ну, скорее всего, и от покупателя, скорее всего, он у нас что-то купит. Поэтому продавец-консультант, пожалуйста, подойди к нему и начинай ему что-нибудь дорогое впаривать. Вот. Но откуда сеть это узнает? Да, если мы просто напишем нейросеть, в общем-то, это сделать несложно. Перцептрон может написать любой человек, который знает программирование, да, там, на уровне массивов и циклов. Так вот, сеть, которую вы просто-напросто напишите, она это не будет знать. Если мы в нейросетку загрузим какой-то, соответственно, набор данных, она в первый раз, это будет называться первым поколением, да, в первый раз она просто рандомно раздаст веса, потому что никто не знает, как нейросеть распределяет веса между параметрами, она рандомно их раскидает и выдаст совершенно рандомный результат, случайный, совершенно. Так вот, для того, чтобы нейросеть умела правильно распределять веса, мы ее должны обучить. Обучение происходит в обратном порядке. У нас есть пакет данных, у нас есть результат. Мы говорим, что вот профиль покупателя, мы ожидаем, что это будет покупатель. Вот тебе картинка кота, мы ожидаем, что ты скажешь, что это код. Но одной картинки, одного профиля недостаточно. Поэтому данных нужно загрузить достаточно много. Насколько много? На самом деле для обучения нейросети нужен объем данных, который будет как минимум на порядок превышать количество нейронов, хотя бы на скрытом слое. То есть для того, чтобы действительно хорошо обучить нейросеть, вам нужно очень-очень много данных. Поэтому каждый раз, когда вы на копче гугла выбираете мотоциклы, горы, автобусы и пешеходные переходы, вы участвуете в благом деле. Ну и не гуглом едином, например, там у Яндекса есть толока, которая помогает обучать речевую модель Яндекса. И там, соответственно, вы говорите, какое есть ожидание. Поэтому, естественно, это уже начинается обучение. Как только нейросеть прошла обучение, она уже, соответственно, сгенерировала значение у весов и, соответственно, уже начинает участвовать в так называемом инференсе, то есть непосредственно работе нейросети, когда мы уже ей скармливаем какие-то данные и на выходе получаем ответ. Нет, что вот это вот наше, соответственно, так, мы немножечко вперед забежали, что это вот кошка, это собака, а это гамбургер. Ну, естественно, я обещал, да, переключимся на чат GPT. Подожди, вот по поводу чат GPT я хотел уточнить, как у вас в работе возникают нейросети, насколько часто вы используете вот именно вагита. Ну, я понимаю, что, наверное, часто, но чуть подробнее про это можешь рассказать? Да, конечно. Смотри. В целом, ну, один из примеров, где мы используем ML, это достаточно классическая история, это рекомендации. Когда мы хотим порекомендовать человеку то или иное объявление. Естественно, мы не можем рекомендовать человеку, который только что смотрел диваны, предложить ему рекомендацию грузчикам, например, в локансии. То есть мы ориентируемся на множество параметров. У нас в целом есть набор моделей, да, я сейчас не буду в подробности вдаваться, извините, NTA, но у нас есть набор моделей, которые работают по разным поведенческим паттернам, да, которые позволяют предугадать, а что же будет интересно человеку. И для нас качеством предугадывания является то, насколько активно люди кликают по тому, что им рекомендуется и насколько люди активно там пользуются теми или иными услугами. Ну, это самое базовое, допустим, да. Вот. Поэтому ML мы используем достаточно много, и причем у нас не одна модель, у нас их достаточно большое количество, которые имеют друг другу информацию, поэтому, да, в Авито ML применяется очень-очень даже хорошо. Просто, ну, я вижу, что это везде сейчас. Мне интересно, как COVID продолжает рекомендовать явления даже после завершения сделки, как часто такое бывает в маркетплейсах, у нас Олег спрашивает. Да, вот. Ага. Если мы говорим про завершение сделки, ну, это мы периодически тоже показываем, да, этим мы тоже грешим, и на данный момент именно в поведении пользователей это отслеживается как? То есть человек после завершения сделки бывает, что там ходит по другим вариантам, типа, о, блин, а здесь было дешевле, я правильно сделал. Но и плюс, опять же-таки, в любой рекомендательной нейросети есть такая вещь, как угасание интереса, потому что, если мы говорим про общую картину, то у нас всегда там более свежие интересы, они будут забивать своим весом более старые, да. То есть сделка только прошла, но ее интерес еще горячий, поэтому мы считаем ее более весовой. Тут интересно пишут по поводу, что интерес к дивану пропал, но интерес к грузчикам, наоборот, появился. Это как-то у вас есть вообще, ну, пример? Конечно, это как раз-таки модель угасания интересов, то есть когда человек перестает смотреть один раздел, да, там переходит вообще в другую вертикаль, мы это, естественно, сразу же учитываем, да, и начинаем смотреть на то, как у нас человек начинает взаимодействовать с новым. Ну, это, ну, как бы не секрет, потому что вы все наверняка пользовались, да, там, если не авито, то ли, там, маркетплейсами, если вы в данный момент смотрите, там, наушники, потом вдруг начинаете смотреть посуду, вам, скорее всего, рекомендательная система будет предлагать больше посуды, чем наушника. Это нормально. Тут спрашивают, как вы обучали такие системы, и мне потом интересно узнать вообще, как в целом пришли на них. Ну, давай, расскажи, как обучали, а потом мне тоже вопросы есть. Ну, как, соответственно, обучали, эта история достаточно схожая с тем, что я только что рассказал, то есть мы берем исторические данные, да, и их скармливаем нейросетей. Она на них учится, потому что на исторических данных мы можем вручную, условно, ну, как вручную, простейшими функциями посчитать выход, да, и сказать нейросети, что вот здесь для этого, для вот этого кортежа данных мы ожидаем вот такое значение. Пожалуйста, сгенерируй веса, чтобы оно такое было. Но, естественно, мы скармливаем там ни один, ни два, там, а десятки тысяч, там, миллионы этих кортежей для того, чтобы переобучиться. Спрашивают про ML и нейросети, в чем разница? Ну, машин-леорнинг, да, это, по сути, часть, условно, нейросетей, да, потому что нейросеть сама по себе не обучена, да, она ничего не будет делать, поэтому ML-процесс, он как раз-таки занимается тем, чтобы подготовить нейросеть-конференцию. И там про предсказание нейросетей спрашивают. Так, сейчас, ой-ёй-ёй-ёй, я не совсем не веду, что если он еще не начал смотреть другое, то есть Гручев может предсказать, что его может заинтересовать дальше? Да, может. Отвечу коротко. Вот мне интересно, как вы, ну, мы говорим про нейросети, но так или иначе, нам интересна эта сфера, как работать в ней правильно, и мне интересно, как вы попали туда, ну, в смысле, команда, как она погружалась в это, как она училась, что команд ли этого делает? Ну, давай так, это не моя команда, я взаимодействую как стейкхолдер, да, но в целом это достаточно долгая история, рекомендации появились очень давно, и, как у любой компании, рекомендации, они начинаются с простых каких-то моделей, и дальше эволюционно, равно как и нейросети, они развиваются в обучении, да, и, соответственно, становятся... Да, и генерируют какие-то совершенно крутые, неожиданные результаты. Обучаются команды, да, внутри. Слушай, я знаю, ты нам подготовил информацию более практическую о том, как ты чат-GPT используешь и подобное, но вообще в целом нейросети у себя в работе. Я, наверное, перерыв тебе, ну, отвлеку внимание, дам тебе немножко передохнуть, расскажу чуть-чуть про отус, ну, вот так вот буквально, выдохнул, подготовился, и продолжим. Про чат-GPT и нейросети, да. Буквально пару минут я тут про стрыг, как раз-таки обучение сотрудников, про их развитие, что вообще есть, я так понимаю, четыре вида обучения. Это как онлайн-курсы, да, как у нас, к примеру, мы обучаем именно в онлайн-формате, вживую, сотрудники, просто рассказываем, делим общие, ну, как-то делимся опытом, плюс выполняем домашние знания, да. А наставничество, когда человек прям ведет человека за собой и говорит, что нужно делать и так далее. Какой-то внутренний центр обучения бывает в компаниях, это когда внутренними силами программа строится, большой HR-отдел, ну, и нетворкинг, да. Это у нас выстроение просто связи, и вот такие вот митапы и подобные вещи происходят. Дальше. Да-да-да, я хотел просто про Отус, можно сразу следующий сайт, я просто чуть-чуть расскажу про наш процесс обучения, да, чтобы вы понимали, при чем здесь это все. Да, мы обучаем в формате онлайн-вебинаров, то есть, также вот Александр у нас преподаватель, да. Александр, ты тут? Конечно. Да-да. Ты можешь сказать, на каких курсах, кстати, ты ведешь, какие курсы ты ведешь, чтобы ребята понимали, о чем вообще речь идет? Да, в основном я преподаю на курсе TeamEat, я являюсь руководителем этого курса по совместительству, также у меня есть курс по PHP, по фреймворкам, где я тоже руковожу, так что, если будет интересно, приходите. То есть, ты, в принципе, оно проходит обучение похожим образом, да, в онлайн-формате, вечером после работы ты читаешь, ну, это даже не лекции, это формат общения, правильно? Да, да. Да, ну, я просто, чтобы с первых уст так сказать. Да, ну, то есть, я не люблю говорить с головой, потому что, как правило, ко второму часу, а то и раньше, люди просто засыпают, и мне интересно слушать, что я говорю. Окей. Ну, если кто-то не успел, то записи получают, они позже, это все в записи есть, и можно смотреть, когда удобнее. По домашке вы даете, правильно я понимаю, по разной, именно на тему, в которой вы общались, домашние задания, и проверяют, ты проверяешь плюс? Да, да, совершенно верно, плюс мои коллеги, ну, равно как и лекции, считаю, не только я, вот, поэтому здесь обязательно, ну, то есть, я всегда говорю людям, которые приходят просто послушать, и говорят, ребят, верните деньги, сходите на торрент, и скачайте курс, правда. Ну, да. Без практики курс, ну, не нужен, честно. Мне кажется, тут история больше в том, что в общении, задать вопрос, уточнить, спросить, с опытом, потом это максимально актуально идет. А по поводу выпускная работа, да, еще в итоге идет? Да, у нас на каждом курсе есть финальная проектная работа, после пяти месяцев обучения у нас идет, ну, где-то 4,5-5 месяцев, да, идет финальная работа, где выберяется какой-то процесс, там, если мы говорим про PHP, там, ребята пишут какой-то продукт, так что финалки всегда есть. Окей, понял. Дальше я хотел рассказать про то, что, ну, в целом у нас сейчас идет, можно следующее дальше расскажу, про отус, то, что у нас в целом работаем по образовательной лицензии, да, мы даем по гособразцу, это повышение квалификации, у нас 540, но, на самом деле, больше преподавателей, это и уровень Александра выше, ниже, ну, то есть, различный выбор. Дальше можно, я там по поводу курсов хотел, у нас большой запуск весенний идет, если не ошибаюсь, а, про кейсы забыл рассказать, да, у нас есть кейсы полного цикла, это когда, вот как есть, грубо говоря, ноу-код решения, так же и у нас, пришел к нам, по-моему, Авито, да, запросил нам нужные сотрудники вот такого уровня на, ну, с таком количестве. И мы с нуля, с поиска людей, с обучением, ну, хантинг, обучение, устройство, стажировка, полный цикл этого, ну, такие у нас проекты реализовали, для ВТБ и для Авито, по-моему. Есть персональное обучение, когда есть запрос под узкую какую-то тему, и мы даем им это. Дальше у нас по поводу курсов. Да, у нас есть ближайшие курсы, в целом, для удобства вашего, чтобы я больше времени не отвлекал, я оставлю здесь баннер, ну, и сейчас чат продублирую, по поводу того, что вы можете оставить, получить бесплатную консультацию до 28-го числа от наших специалистов по поводу развития команды. Ну, какие курсы у нас есть, что может быть полезно, я их сейчас продублирую, что может быть вам полезно, что может быть полезно для вашей компании, для вас, для кого угодно, и у нас есть, грубо говоря, подарок от нас. До 28-го числа вы можете получить, ну, специальные условия по курсу. Небольшая такая реклама, ну, мы тут все равно так или иначе коммерчески заинтересованы, поэтому я должен об этом рассказать. Дальше что у нас? Да, как раз-таки история про… Да, да, да. Кстати, можете написать в чат плюс, чтобы мы вас не теряли, если вдруг вам там неудобно нам оставлять заявки, просто напишите, кому это интересно, мы с вами обязательно свяжемся и расскажем. Да, собственно, по нейросетках. По сути, нейросетки работают по достаточно несложному принципу, когда мы вбиваем то, что хотим получить, и на выходе, собственно, получаем какой-то результат. Но, что интересно, ведь, в принципе, не только картинками мы можем быть живы, можно взять и сгенерировать что-нибудь интересное при помощи нейросетей. Многие говорят, что нейросети, да, там, заменят программистов и так далее, но в целом, если мы… Да, ну, вот, как раз-таки сейчас у нас пока чат GPT еще время недоступно, я как раз… Ну, у меня пока еще не платный аккаунт здесь, кстати говоря, подумывая о том, чтобы купить, полезная штука в разработке. Где стоит аккаунт платный? 20 долларов в месяц. Ну, в принципе, то, какие новости читаешь, кажется, что это какая-то магическая штука, поэтому… В целом, ну, я могу взять и запилить себе Telegram-бота, например. Я говорю, напиши, пожалуйста, мне Telegram-боту. Ну, здесь она пишет на псевдоподе, я могу написать вот такой запрос. Напиши, пожалуйста, мне Telegram-бота на Go. При этом, вот, обратите внимание, да, можешь ли ты написать мне Telegram-бота? Она говорит, да, я могу, но у меня нет тестового, соответственно, инвариума, поэтому вот тебе порядок действий, что ты должен сделать. Вот, из чего я просто прошу, напиши мне, пожалуйста, код для Telegram-бота на языке Go. И в итоге, причем этот код, который сравнивает курсы валют между двумя заданными пользователями. И, соответственно, да, я не спорю, Дмитрий, если мы говорим про алгоритмы, не факт, что он будет оптимизирован. Но давайте так, не во всех задачах вам реально нужен будет оптимизированный алгоритм. Если мы, скажем, хотим написать простенького Telegram-бота, то, ну, да там не будет никаких алгоритмов, по сути-то, да. И опять же, вы можете дописать этот алгоритм, если вы умеете читать код, к слову. Ну, вам уже дают готовый каркас кода. Вам не нужно писать его с нуля. То есть мне, например, не нужно идти, да, там смотреть, какой API нужно вызывать, какие зависимости надо подключить. Меня уже, собственно, чат GPT все подключил. Да, мне нужно просто собрать этот Telegram, точнее, скомпилировать этот код, скормить ему ID-шник моего бота, и, в общем-то, он у меня будет уже работать с понятной командой. И дальше я могу его редактировать так, как хочу. То есть, по сути, мне не нужно тратить время на написание с нуля. И здесь для разработчика это очень крутая возможность, которая, кстати говоря, реализована в плагине Popilot. Может быть, знаете, для JetBrains он тоже поставляется, для VS Code. По сути, это очень умная автозаполнялка. То есть вы пишете комментарий какой-то на входе, вам на основании этого комментария пишется код. Очень крутая штука, которая реально помогает писать код и не заморачиваться на каких-то сложных вещах. Ну, например, понятное дело, что мне не получится, если я скажу, напиши мне, пожалуйста, приложение на фреймворке Spring, которое будет через DI, в зависимости от дефит, мне что, напишут как бы чат GPT, потому что это огромное количество файлов в зависимости, и она не сможет это потестировать, но какие-то куски кода она мне поможет писать. Мне как разработчику будет удобно, потому что это бесплатный джун, которому я отдаю конкретную инструкцию, и он мне отдает какой-то кусочек кода в ответ, причем очень-очень быстро, в отличие от джун, который это будет писать с нуля. Это, вы имеете в виду приложение, это Copilot. Сейчас напишу. А сама штука – это чат GPT. Зачем для этого чат GPT? Шаблоны приложения легко делаются и без этого. Но опять же, смотрите, смотря какая часть приложения. Например, мне в приложении нужно реализовать какую-нибудь сортировку или еще что-нибудь хитрое. Я здесь предлагаю исключительно вариант такого решения. И я могу просто смотреть кусок кода на валидность и вставлять его в кусок фреймворка. Я могу взять и нагенерировать себе конфигурацию докер-контейнеров. Не расписывая это все дело с нуля, я просто забиваю сюда конфигурацию, которая мне нужна, и мне, собственно, здесь явится. Да, она, опять же, не очень для меня подходит. Мне нужно... ...которые я получил, введя несколько слов. И, как по мне, это очень крутая штука. Например, я могу скормить ей свою ссылку на LinkedIn профиль и получить готовый cover letter. Это реально тоже очень крутая вещь. Но, смотрите, Олег, Ctrl-C, Ctrl-V, он действительно работает много лет. Я могу пойти в Google, вбить там какую-то фразу, поискать более-менее релевантный для себя ответ. Подходит он для меня. Перейти на Stack Overflow, со Stack Overflow почитать кучу ответов, найти там правильный, и, соответственно, его уже провалидировать и вставить. А здесь у меня есть готовый интерфейс, куда я забиваю вопрос, и у меня получается ответ. Мне не нужно ходить никуда. То есть у меня, по сути, это сокращение количества действий. Я могу привести отличный пример. У меня спруга работает в SMM, ей периодически нужно генерировать какие-то статьи. И, понятное дело, что статья с генерированной нейросетью, она не будет качественной. Но, с другой стороны, можно вбить тематику и получить каркас статьи, который уже нужно вычитать и как-то отредактировать, что в любом случае быстрее, чем написание с нуля. То есть, по сути, нейросеть – это не наш враг для программистов. Это наш помощник, который помогает нам, собственно, генерировать части кода. Мы можем написать себе резюме. Кстати говоря, недавно выходила статья на VC, на хабре, которая генерирует достаточно классно продающие CV. Можно сгенерировать все, что угодно. Статьи и так далее. То есть, ну, можно ли увольнять разработчиков? На самом деле, как мы понимаем, нет. Для того, чтобы этим пользоваться, нужно понимать, а что ты вообще хочешь получить на выходе. То есть, результат потребует валидации. Кто-то должен программировать, опять же, и поддерживать эти нейросети. Если мы говорим про большую систему, то нам нужно поддерживать много абстракций. И нейросеть у нас, по сути, будет создавать только кусочки. Ну, и нейросеть, она, по сути, как программисты, не обладает свободой воли. Но это не точно. Недавно был как раз-таки на эту тему разговор, что одного из разработчиков Google, по-моему, уволили за то, что он заподозрил, что SkyNet зарождается. И, соответственно, написал об этом статью. Ну, естественно, да, это риски для лоу-квалов, опять же-таки, что какие-то вещи будут заменяться. Но в любом случае сложность всегда возрастает. В IT-войти, как говорится, это задача, которая с каждым годом становится чуть сложнее. Поэтому тоже это не стоит, наверное, вкладывать для себя. Но это не значит, что нейросети всех убьют. И только в нейросетях, собственно, потребность есть. Сеньоров надо увольнять, отжимаем, купить чат GPT. Купить чат GPT, поработать годик, потом закрыть компанию на пару лет, привлечь инвестиции, нанять сеньоров, чтобы они все это дело переписали и привели в порядок. Вот как раз-таки вижу, Ангелина пишет, сегодня несколько часов на SEO-чат на тему потратил, потом запросил через чат GPT, он мне выдал за несколько минут. Это действительно так. Олег, какой уровень должен быть у программиста, чтобы отвалидировать сгенерированный код? Ну, как и для журнала. То есть это должен быть какой-нибудь middle, который должен понимать, а что плохого есть реально в этом коде. Это действительно история про то, что станки сеяли панику у рабочих. Когда строили метро и трамвай, извозчики были против этого и бастовали, что их всех уволят. То есть поэтому наши вот эти системы, нейросети, ноу-код, это не наши враги. Это помощники, которые будут в будущем облегчать все больше наши работы. Мы сможем углубляться в более мощные абстракции, у нас будет оставаться на этом больше и больше времени, потому что мы сможем уделять время именно им, а не рутине. Вот. Поэтому, собственно, не бойтесь этого. Нейросети вас не заменят. По крайней мере, в ближайшее будущее. Если заглядывать. Ну и, конечно, готов поотвечать на ваши вопросы. И можете написать в чате, с чем вообще уходите с вебинара, был ли он для вас полезен или вообще мимо денег, и вы просто зря потратили время свое сегодня вечером. Вижу реакцию. По поводу чат GPT, он же суперполезный во всех сферах. О, точно, калькуляторы никто не из... Ну да. Тотаратрограды остаются при старых инструментах. Попробуйте черную бухгалтерию не в тетрадке везти. Ну да. Калькулятор сложнее съесть, чем в тетраде. Возможно, это будет как ручной работы. Кружки делают, да, и заводские. Также здесь этот код ручной работы. Да, да. Ну то есть, есть какие-то вещи, которые действительно могут. Сложно описать именно... Ну то есть, нейросети, она реально покроет только там уровень бигинара. Слишком обзорный вебинар. Я ждал каких-то больше реальных кейсов. Возможно, где-то пробедил плашку Beginner Level. Ну, Константин, не все какие-то кейсы можно покрыть за полтора часа. К сожалению, это так. Мне кажется, можем просто на вопрос какой-то ответить, если у Константина есть что-то более интересное. Да, если есть какие-то вопросы, пишите на e-mail, с удовольствием поотвечаю. Линар спросил, спрашивает, есть ли курсы по e-mail или нейросетям. У нас новый курс, где запустился e-mail.ops. Это не просто разработка нейросетей, но это разработка с внедрением, с тестировкой одновременно. А это уже... Ну потому что, насколько я знаю, нейросети зачастую бывают, что они ошибаются. Ну то есть, чтобы построить модель, написать нейросеть, обучить, потом внедрить, и она окажется кривой, это будет дорого и долго. И поэтому развивают e-mail.ops. Насколько я понимаю. Так, окей. Вот у Виталия еще есть вопрос. Только великий риск, что глобально джуны станут еще больше не нужны, чем не нужны уже сейчас. Получается, что с дальнейшим внедрением на уход и не расти, как минимум сократится потребность в кодерах, особенно в джунах. Нет, не сократится, поверьте мне. Потребность в хайквалах, она будет только расти. И я, честно, всегда слышу истории про то, что сложно начать работать, сложно расти и так далее. Понимаете, сфера IT, она неспроста высокооплачиваемая, здесь в принципе сложно. И нужно постоянно что-то изучать, как-то развиваться и так далее. Поэтому сегодня это ноу-код и чат GPT, завтра будет что-то кардинально иное, которое позволит нам, я не знаю, без клавиатуры и компьютера надевать какой-нибудь член виртуальной реальности и создавать силой мысли какие-то системы, и все это нужно будет обслуживать. До тех пор, пока у нас мы не способны один человек другому внятно передать какую-то идею в двух предложениях, мы в любом случае будем испытывать потребность в том, чтобы люди валидировали то, что на выходе получается. Поэтому какие-то вещи, которые генерируют нейросеть, да, они со временем будут улучшаться, улучшаться, но все равно какие-то кастомные вещи, они все равно потребуют ревью и какого-то человеческого взгляда, потому что это будет очень такое узкое требование, которое, собственно, не решишь. Равно как и с разработчиками, условно, как вход в какую-то большую компанию, по-настоящему нужно пройти много собеседований. Нейролинк, да, кстати говоря. Так, наши способности валидации будут снижаться, получается, рано или поздно мы должны будем принять его решение как эталонное, как потом баги искать. Ну, нет, на самом деле, слушайте, все равно будут линтеры, будут тесты, будет понимание того, как у вас идет потребление ресурсов. Все равно вы будете, если у вас есть покрытие метриками вашей системы, все равно будете делать какие-то выводы. Так, Александр, вам спасибо. Считается хорошим тоном писать компиляторы языка, программирование на самом этом языке. Если потому, что, опять же, вопрос абстрактного мышления и свободы пока что они запрограммированы и императивно. Нейросеть вскоре писать программы и свои же программы будут? Ну, какие-то простые, возможно, да, но и то вопрос. Страха нет, есть интерес понятия увидеть, как будет меняться наша работа. Да, это действительно так. Ангелина, расскажите, какие-то неочевидные примеры использования нейросетей, если приходит в голову что-то, что обывателю в голову не придет. Окей, что обывателю в голову не придет. Городи. У вас же есть доступ к этому, нейросеть может пойти посмотреть какие-нибудь рекомендации и быстренько сформировать вам топ-10 мест, которые нужно посетить за сутки, если вы едете в какой-то город на пару дней. Почему нет? Вот как вариант. пока требуется инженер будет потребность, это факт. Так, во вид какие-то ответственные вещи лежат на нейросети, кто будет ответственным в случае ошибки, если она приведет к потере прибыли. Алексей, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос по понятным причинам. Так, есть ли что-то про белые нейронные сети? Что бы хотели узнать, Александр или Алексей? Если что, напишите, пожалуйста, в чатик, ну, не в чатик, на e-mail. Дмитрий, если говорить о чат GPT в контексте джунов, приветливо ли вы отнесетесь к тому, что джун будет злоупотреблять чатом? То есть проходить тестовый легче, отвечать на вопросы легче и так далее. Но при этом, при всем, чат дает буст предоустройства, он также дает буст на самоработе. Не, смотрите, я не против, например, того, чтобы человек, да, ну, какие-то вещи формировал автоматически. Но опять же, у программиста должен быть багаж знаний, без которого он просто не сможет пользоваться нейросетью. Он не сможет провалидировать то, что она ему отдала. Ну, то есть, условно, это примерно будет то же самое, что джун, который идет на стек оверфлоу, копирует оттуда решение, вставляет их в код бездумно, не глядя, что там делается, как это делается, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Да, вот это вот, конечно, плохая история. Как это будет, соответственно, надо там злоупотребляться или нет, ну, на самом деле нет ничего плохого, если человек получил этот код, понял, что он делает и использует его. то есть, я же не ругаю женов за то, что они используют IDE. IDE же отслеживает то, что делается и как-то дополняет работу. Есть ли какие-то подобные чат-GPT проекты текстовые? Ну, например, та же самая Толока, да, это текстовая модель. Проверяли ли, как влияет качество ответов чат-GPT от квалификации пользователя, который формирует вопросы? Кстати говоря, интересная история, но, скорее всего, влияет, я думаю. А, вы имеете в виду про то, что, ну, на самом деле, да, это, кстати говоря, очень важное замечание, то, что чат-GPT тот же самый, это нейронка, черный ящик, да, ответ который мы не можем условно, да, предугадать, да, то есть, мы не знаем, почему она приняла именно такое решение, да, мы ее можем только дообучать, да, но есть, соответственно, история с тем, чтобы посмотреть именно на то, что внутри происходит, но это уже больше история именно ML, здесь я бы рекомендовал непосредственно почитать основы именно ML-систем, и ну, то есть, либо курсы, либо видео, либо книжки, да, сейчас сходу не накидаю, но в целом их достаточно много. Николай, не пробовал, так он не пробовал. Так, ну, наверное, там просто были вопросы по поводу наших курсов, я на всякий случай баннер опять оставлю, потому что, если будут вопросы оставлять, и вдруг ей задавайте, чуть подробнее расскажу, чтобы уже где-где этому всему, чему и как, куда. Собственно, скинул вам e-mail свой. На чем обучается чат GPT? Ну, чат GPT, в принципе, да, там, если вы зайдете на их сайт, там есть полная информация, откуда берутся данные, соответственно, как происходит обучение этой генерации, поэтому можете здесь самостоятельно почитать. дизайн, с распространением нейросети важнее станет не умение рисовать, а дизайн мышления. В общем-то, да, это действительно так. Ну, то есть, можно получать достаточно быстрые идеи для дизайна, а насколько они будут работоспособными, это уже вопрос. Ну что, будем, наверное, закругляться, есть вот, вижу, ссылочки на заявки. Ну, да, я тут просто, потому что были вопросы. Николай, я думаю, что нейросеть будет просто помогать джунам в обучении, потому что можно очень быстро будет получать ответ на свой вопрос. Да. О, спасибо большое. Ну, понятно. Так, все нам еще пишут. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень активно, очень много вопросов, интересных вопросов, мне кажется. Еще, наверное, один вопрос. Появятся ли программы, которые дописываются в автомате на ходу? Ну, скорее, нет, чем, да, потому что, если мы говорим про классические языки, их нужно будет перекомпилировать, ну, то есть, нейросеть скорее будет их переписывать и перезапускать, условно, да, но в автомате на ходу, да, это типа, ну, как PHP, опять же, да, там, скажем, перезапуском она будет разрастаться. Ну, кажется, что такое реализуемо при помощи нейросетей, вопрос, да, там, с какой целью это будет производиться и как это будет все тестируется. к самому улучшению какое-то, ну, так неизвестно, к чему приведет. Ну, что ж, тогда спасибо. Если есть какие-то вопросы ко мне, может быть, по поводу, более подробно обращайтесь, а так, я думаю, все, спасибо вам огромное. Да, Еще минуту отмежу. И хорошего вечера, хорошего вам недели. Скоро выходные. Да, пока-пока. Всем пока.